Здравствуйте, я Александр Герасименко. В этом видео о том, как строить привычки целенаправленно. Два мифа живет в сознании людей. Миф первый. Люди до сих пор думают, они открыто не высказывают, но думают, что поступки что-то меняют. Поступок очень многое менял в военное время. Так совершались подвиги во время войны. Сегодня поступок в мирное время, он просто сделает тебя известным. Ты можешь стать знаменитым. Ты никогда из-за одного поступка не станешь успешным. Успешным человека делают именно привычки. По этой же причине многие люди, живя с этим мифом, наблюдают за успешными людьми, миллиардерами, которые делят своими секретами, и думают, я сделаю то же самое. Чего ты не понимаешь, копируя его поведение, то, что он стал таким успешным, знаменитым, благодаря тому, что он поставил привычку, из которой ты пытаешься достать некоторый поступок и внедрить его в свою жизнь. Так не работает. Миф первый, и его нужно из себя достать основательно, чтобы больше он там не жил. Люди становятся успешными благодаря привычкам, а не поступкам. И привычки – это то, что формируют подвиги мирного времени. Заработать миллион долларов, для кого-то это подвиг, купить себе большой дом, хорошую квартиру – все это подвиги мирного времени, которые достигаются именно привычками, а не одиночными поступками. Второй миф. Люди считают, и об этом пишут в книгах, что привычка строится 28 дней, кто-то считает 30 дней. Нет, привычка не строится ровное количество дней. Если тебя будут будить в 6 утра, ты просыпаешься, и тебя бьют дубиной по голове, каждое утро ровно в 6 утра, ты не привыкнешь к этому за 28 дней, ты к этому не привыкнешь никогда, потому что привычка строится ровно столько, сколько тебе нужно, чтобы ты уменьшил болевой порог в том действии, которое необходимо делать для выработки этой привычки, и начал чувствовать то удовольствие, которое в этой действии было заложено. Я расскажу вам сегодня 8 главных правил построения привычки. Первые 4 правила будут правила, относящиеся к действию, как начать делать правильно. Другие 4 правила — это правила ментальные. Необходимо помнить, что все наше поведение основывается на привычках мышления, и привычки поведения, и привычки мышления, они очень тесно связаны. Давайте начнем. Для удовольствия запоминания, чтобы вы могли эти правила запомнить лучше или даже кому-то рассказать, я попытался, я считаю, что у меня получилось связать эти правила с самой аббревиатурой привычки. То есть каждая буква здесь — это одно правило. Буква «П». Буква «П» означает простота перехода между тремя стадиями привычки. Каждая привычка делится на три стадии. Это сигнал, действие и вознаграждение. Чем больше раз человек проходит по этому циклу, тем лучше у него эта привычка укореняет в своем сознании, и тем быстрее он привыкает. Чем больше раз повторяемость и чем больше интенсивность удовольствия и вознаграждения в конце, тем сильнее сама по себе привычка. Как это работает? Представьте, человек хочет отучиться, сутулиться. Есть люди, которые не сохраняют осанку и хотят от этого избавиться. Есть разные средства. Некоторые ставят себе какие-то будильники, некоторые думают, что они могут завязать как-то полотенце, и вот с этими полотенцами ходить по жизни. В этом случае работает лучше всего обозначить сигнал, после которого человек полностью распрямляется. Скажите такому человеку, что проходя через дверь, он заходит в портал, и в этот портал он должен пройти с хорошей осанкой, не сутулой. Сделав это многократно, а в течение дня мы заходим в огромное количество дверей, выходим из дома, ходим по комнатам, и каждый раз, проходя через портал, человек должен распрямиться. С таким большим количеством сигналов он привыкает реагировать на сигнал. После распрямления человек чувствует вознаграждение. Я классно смотрюсь, я себя прекрасно чувствую, мне нравится быть таким прямым, и он получает удовольствие. С многократной повторяемостью этого цикла привычка вырабатывается. Если люди усложняют, и многие усложняют не только привычки, а многие на себе жизнь, то привычка не формируется. Замечали ли вы, что очень малое количество людей имеет привычку плавать и гораздо больше бегать, бег – намного более травматичный вид спорта. Травмируются колени, лодыжки, и тем не менее люди бегут. Есть элемент удара при каждом смене ноги. И плавание гораздо более полезная вещь для суставов, для мышц. Даже сейчас зима, в эту погоду бегать трудно. И тем не менее в парке сейчас здесь бегает очень большое количество людей. Почему они это делают? Потому что бегать намного проще. Поступает сигнал – ты засиделся. Дай-ка я сейчас разомнусь. Человек обувается, одевает свои вещи спортивные, выходит в парк, он там бежит. И бежит он, кстати, не дойдя до парка, а от самого подъезда. И когда он финиширует, он финиширует у дома, принимает душ. И эта вся система, сигнал действия вознаграждения очень просто перетекает из одной стадии в другую. В конце он ощущает прилив сил, он принимает душ, ему нравятся его подвиги, достижения, что он сделал. Тем не менее, плавание – гораздо более комфортная вещь. То есть ты постепенно собираешься, пакуешь свои вещи, приезжаешь в бассейн. Но это сложная вещь. Тебе нужно принять душ до плавания. Нужно одеться, тапочки, плавки, шапочку, очки. У кого еще есть наушники, положить эти наушники, одеть на уши, положить телефон в стороне. Все это так сложно, что привычка не успевает замкнуть свой цикл, и сигнал действия вознаграждения не работает. Однажды я попался на эту удочку. Тогда я жил у метро «Рижская» в Москве. И возле моего дома неподалеку был парк Екатерининский. Кто знает Москву? Екатерининский парк был примерно 800 метров от моего дома. И чтобы добежать до парка, мне приходилось выбежать из дома. Я бегал там, вокруг небольшого пруда, и возвращался обратно. Потом я понял, что Екатерининский парк мне не нравится. Он маленький, там тесно в какой-то мере, в празднике набавает много людей. Дай-ка я буду ездить в Сокольники. С одной проблемой небольшой. Сокольники находятся через мост от станции метро «Рижская». Пройти его песком, ну это действительно долго, это шумно. Я решил ездить на машине. Поэтому мой сигнал, я хочу бегать, я чувствую, что я хочу подвигаться, не перешел сразу в действие. У меня был замедленный переход. Это было все очень сложно. И между сигналом и бегом проходило минут 15, а то и 20, пока я доеду до парка, пока я там припаркуюсь. Пока я пробегу в шикарнейшем парке, Сокольники, намного лучше, чем Екатерининский парк. Люди, которые живут там, будут спорить, но Сокольники – это настоящий парк с лесом, там пахнет лесом. А Екатерининский парк – это просто маленький участок зелени в городе. Пробежавшись, так же я потный, садился в машину. Я даже брал свое полотенце. Я вытирался, но часто даже через пробку, через мост и возвращался домой. Эта привычка очень скоро отмирала. Когда я бегал в меньшем парке, менее мне нравящемся, в Екатерининском, но ближе расположенному дому, выбегал от подъезда, привычка сохранялась. Только я переключился на дальний парк Сокольники, лучший парк, у меня привычка пропадала. Все потому, что мой организм перестал ассоциировать эти три ступени вместе, сигнал. У меня не связывался в сознании, в подсознании с действием. И после действия не возникало быстрого вознаграждения. Я не принимал душа, я не чувствовал удовольствия. Все, что я чувствовал, то, что я сажусь в машину, потный и еду обратно домой. Очень важно помнить о букве П, простота. Потому что привычка не формируется. Там, где процесс перехода между тремя стадиями, сигнал, действие, вознаграждение, сидевоз, становится сложным. Необходимо эти этапы обязательно упростить. Следующая буква в аббревиатуре привычка, это буква Р. У меня был тренер по боксу, который сказал уникальную фразу. Он сказал, ребята, пока бежим, отдыхаем. И кто из вас не тренировался, занимаясь единоборствами, это очень высокая степень нагрузки. Намного более высокая, чем в остальных видах спорта. И действительно, я понял, что пока мы бежим, мы отдыхаем. Ты восстанавливаешь свое дыхание, постепенно твои мышцы приходят в обычное состояние, с них снимается крепатура. И пока бежишь, ты отдыхаешь. Вот очень важно во время действия этой привычки научиться расслабляться. Очень многие люди сегодня не давят свою работу, потому что не построили привычку работать, потому что они очень напряжены на работе. С напряжением нет удовольствия. Удовольствие, которое является финальным продуктом привычки, сигнал, действие, вознаграждение, то есть удовольствие, оно возникает, это удовольствие, только если ты умеешь расслабляться. У меня есть привычка бегать, и эта привычка закрепилась. Хотя никогда раньше бегать я не любил. То есть для меня больше были какие-то взрывные виды спорта, поднять штангу, поработать с грушей, поработать в спарринге с партнером. Но никогда не было, чтобы я любил бегать. Сегодня я люблю бегать. И по одной причине. Когда-то я научился расслабляться во время бега. Мы бежим и отдыхаем. Это классно. Я смотрю по сторонам, и расслабление было вложено в эту активность. Далее. Привычка. Буква И. Три недели назад я потерял мою привычку бегать, и не бегал ровно две недели. Целых две недели что случилось? У меня в совершенно порядке все мои суставы. У меня в порядке было совершенно все. Я не заболел. У меня прекрасное здоровье. Парк рядом, здесь за окном. И я не бегал. Почему я перестал? Простейшая вещь. У меня сломались наушники. Интерес, буква И, в аббревиатуре привычка, должен быть вложен в эту привычку. Иначе бег – это очень скучная активность. Ну вот они, тропинки. Вот он парк. Да, он красивый. Но где же интерес? Я привык слушать мои аудиокниги, и у меня аудиокниги ассоциируются с бегом. И заполняют все эти скучные паузы, когда я просто бегу. Поэтому интерес – это очень важная вещь. Я всегда ставлю в трекере дистанцию, которую я пройду. Я смотрю мою среднюю скорость. Мне очень интересно следить за моими достижениями на моем телефоне и слушать аудиокниги. Только эти вещи пропадают, мне становится скучно бегать. И боль, вложенная в эту активность, ну не такая прям сильная боль, но неприязнь, скажем так, она пересиливает то удовольствие, которое мне бег дает. Интерес – это очень важный компонент. И нужно научиться вставлять его в ту активность, которой мы хотим построить привычку. Далее, буква В. Однажды я работал с одним человеком, и я консультировал его по развитию его бизнеса. Мы занимались его саморазвитием. И после внедрения многих привычек, которые мы с ним строили, он сказал, что ему стало тяжелее через две недели, чем было вначале. Само собой тебе будет тяжелее, потому что ты обязан полностью В. восстанавливаться. Если ты не восстанавливаешься, а бегаешь, как уже развитый спортсмен, ты просто загоняешь себя. Восстановление – это один из самых важных компонентов для построения привычки. Чтобы человек возвращался обратно и делал с удовольствием прежнее действие, он обязан полностью восстановиться. И нет лучшего способа восстановления, чем сон. Мы переходим дальше. Последние четыре правила построения привычки – это уже построение привычки действовать, а построение привычки мышления. И помните, что это очень важная вещь, потому что все наши привычки действия, о которых мы сейчас говорили, они полностью основываются на привычках мышления. Если ты не поменял то, как ты думаешь, ты никогда не поменяешь то, чего ты делаешь. Буква «ы». Здесь у вас, наверное, возникает вопрос, какое же слово начинается с буквы «ы». Это не слово. Буква «ы» – это единственная двузначная буква в русском алфавите. И что я вижу в ней – это два вида человека, которым мы можем быть. Одна буква «ы» – это пузатенькая, это худший вариант тебя. Ты пузатый, ты запущенный, ты недисциплинированный. И «ы» – другая палочка, как вот «ай» английская. Ты стройный, ты сильный, ты целеустремленный, ты тот человек, который полностью обтекаемый от стресса. Вот этот сильный «ты». Так вот, все наше обучение по жизни и повторение наших дней – это обучение, мы учимся и оставляем какие-то вещи – основано на моделировании. Мы всегда кого-то копируем. Если вы выросли в каком-то регионе, то, скорее всего, у вас будет акцент того региона, где вы росли. И вы даже его не замечаете. То есть, что это означает? Что мы учимся даже тогда, когда мы не хотим учиться. Более того, мы учимся даже тогда, когда мы не знаем, что мы учимся. Мы всегда копируем на себя какие-то модели поведения. Хотим мы того, либо нет. Знаем мы об этом, либо не знаем. Так вот, самый лучший инструмент копирования – это не копирование людей в толпе рядом. Толпа – это самая худшая модель для копирования. Даже не копирование лидеров толпы, а копирование лучшего самого себя. Потому что лидеры проявляют свои таланты. У тебя будут свои таланты. И только копируя лучшее свое поведение, ты можешь войти в состояние потока. Так вот, буква «Ы» – это осознанный анализ лучшего поведения себя. Что у меня получалось, когда у меня все получалось. Что я мог делать, во что я верил. И повторение именно этих ментальных шаблонов, которые у тебя получались, когда у тебя все получалось. Это была буква «Ы» – моделируя лучшего самого себя. Далее, буква «Ч» – привычки. Буква «Ч» – я замечал, что люди, которые пошли на очень большие изменения в жизни, поменяли весь свой склад сознания, где-то их честь была или задета, или задействована. Или человек был слишком сильно унижен где-то, и он захотел отомстить, отыграться, он захотел поменять себя. Либо где-то он понял, что это дело чести. Я обязан стать тем чемпионом, обязан стать лучшим. Только когда у человека задета честь, он может побороть самые страшные четыре привычки его мышления. Это бояться. Люди боятся. Люди отвлекаются. Люди сдаются. И еще одна привычка, я ее вижу за бизнесменами, называю привычкой самостоятельничать. Когда вместо того, чтобы отдать кому-то дело, делегировать правильно и заняться своей главной компетенцией, он будет делать дело, которое он не должен делать. Не потому, что его нужно закончить, и даже не потому, что никто другого не сделает, а просто потому, что вот я его закончу, я получу похвалу, я получу одобрение, что я такой молодец, я такой хороший. Именно что ему чести не хватило, настоящего достоинства заниматься своим делом, а он ищет, где бы мне подобрать большую самооценку. Буква Ч. От чести происходят многие изменения в жизни, особенно изменения мышления человека. И далее буква К. Буква К. Мы садимся за компьютер, и бывает, он сдает сбои. Вот сбой работы компьютера — это сбой операционной программы. Буква К у человека — это когда он дал себе клятву. И он этой клятве придерживается, потому что клятва — это новая установка, как работать этому сознанию. Именно вот общаясь с кем-то, часто мы чувствуем, что ты говоришь с человеком, он тебя либо не слышит, либо наоборот, он смотрит сквозь тебя. И он настолько целеустремлен, потому что что-то, какие-то процессы происходят в сознании. Если вы общались с сумасшедшими, целиориентированными людьми, то вы замечаете, что эти люди, они как будто клятые, вот так я их называю, они будто бы дали себе какую-то клятву, и они придерживаются какой-то своей определенной программы. И они поэтому не сдаются. Буква «К», чтобы извинить свои привычки, нужно дать себе такое сильное решение, настолько сильным его сделать, чтобы он не отзывался. И только после такого сильного решения ты можешь эту привычку реально внедрить в свою жизнь. И последняя буква «А» в аббревиатуре «Привычка» — это новая привычка. Должна получить приоритет «А» над теми старыми, с которыми она теперь будет соперничать. Потому что мы не живем в вакууме, мы привыкли делать разные вещи совершенно. И когда ты хочешь новую привычку взять в свою жизнь, то эта привычка гарантированно будет конфликтовать со старыми привычками. И ей нужно приоритет «А» и все остальные пускай будут «Б», «Си», «Д» и там далее. Потому что теперь этот «А» — это твой новый ориентир. Я резюмирую. Люди не добиваются успеха сегодня благодаря поступку. Все сегодня решают привычки. Привычка строится не 28 дней, не 30 дней, а столько дней, сколько необходимо для того, чтобы подсознание человека ощутило удовольствие, исходящее от этого цикла. И цикл строится из трех этапов — сигнал, действие и вознаграждение. И привычка — это первые четыре модели поведения и четыре модели мышления. Буква «П» — это простота перехода между стадиями сигнал, действие, вознаграждение. Сидевоз. Ты сидишь на привычке, оно тебе везет. Буква «Р» означает расслабление, вложенное в эту активность. Буква «И» — это интерес. Буква «В» — это восстановление и моделирование лучшего самого себя. Буква «Ч» — это когда честь твоя поставлена на кон. Буква «К» — это клятва, новая программа в сознании. И буква «А» — это «А» — приоритет для новой привычки, которую все остальные отодвигают в сторону. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи.